дорогие друзья уважаемые трейдеры всех приветствую с вами педром рауфи и вы смотрите обзор рынка в ежедневный обзор рынка в течение этой программы разберем ситуацию которая продолжается на фондовом рынке на рынке форекс и также на рынке криптовалют посмотрим какие есть новости какие из более менее важный фактор которые влияют на разные активы разберем активы о которых вы нам писали в комментах случае если вы их писали и разберем в целом основные пары крипто активы и также в ситуации на фондовом рынке на основе новостей также релизы экономические которые есть для сегодняшнего для сегодняшнего дня наверное скорее всего вы уже знаете по поводу кризиса энергетического европе она прямо связана с повышением цены на газ о котором говоришь и скорее всего продпут продолжаться еще до конца зимы в это продолжение может касаться и плане роста и рынок нефти но опять же нефти может оказаться под давлением предпочтение спроса с китая в случае есть ли будут какие-либо волны новые волны заряжение к вида в китае опять же это это все в сторону мы сейчас поводу газа больше говорим но в целом до конца зимы если понимаем что эта проблема бы наверное решилась в случае если европа могла бы хоть как-то с россией сотрудничать а по факту этого невозможно из-за санкций но опять же насколько эта ситуация может продолжаться ситуация с газом и сам факт того что ну британии уже закрылись по пару фабрик из-за вот этого повышения цены на газ насколько это сильно можно поддавить на власти чтобы каким-то образом менять свою политику по отношению примеру к россии да то есть этот фактор может иметь какие-либо будущем эффекты на геополитику тоже и на позицию европы возможно опять же это все предположение и затем можно тоже по факту посмотреть что будет на рынках на других также по поводу этого кризиса и по поводу цены на натурального газа как мы их уже до этого разбирали и говорили по поводу его коррекции недавно и о том что цена по факту должна останавливаться по итогам ли теста целевых отметок там 5 долларов 45 долларов 25 долларов 600 но в данном случае мы видим поджать и к минимумам по натуральному газу насколько она сильно я бы назвал ее сильной тут больше похоже на неоднократного ложного пробоя за которым следует рост и продолжение роста и относительно сегодняшней ситуации могу сказать что скорее всего по натуральному газу возможно и по нефти будет какой-то нисходящий импульс затем следует продолжение роста а единственное что момент тут по газу мы видим что нисходящий импульс уже есть и может даже заказа заканчиваются при ретесте 5 долларов там 33 центов 5 долларов 20 центов максимум поэтому обращайте на это внимание как сильнее мы будем протестировать ближайшие ближайшую поддержку 5 долларов 35 долларов 20 этого и зависит последующие тенденции скорее всего будет как минимум приторможение снижение приторможение вот этого коррекционного спада а затем возможно продолжение роста дальше по новостям пройдемся в день регулятор американский который следит за качеством еды и лекарств америки заявил что не нужен нам 3 3 доза вакцины можем без них обойтись и это противоречит словам байдена о том что но они будут еще несколько доз в общем привычек а если доз вакцин там до 3 до 4 до и это противоречит заявлением израиля о том что друзья работает эта система нужно просто несколько раз прерваться и то что тоже также модерн это политика этих всех стран и организации может быть разная но в данном случае нужно следить за тем почему в те ибо это немножко и сразу разногласия я помню когда в те были разногласия и в целом у здравоохранения сша были за разногласия с трампом там было еще понятно почему а тут немножко ситуация может и понятная но по крайней мере некий позитивизм он вернулся на рынок то есть некий некий некое устакаяние повернулась на рынке и мы видим что по факту смп 500 и джонс и фондовый индекс они начинают расти снова в целом есть предположение некоторых учреждений как джейки морган по того что на 6 процентов еще они могут вырасти и они указывают на отметку 4 700 по 500 довольно такая дальняя отметка и ну насколько это реально говорят что до конца года до того как начнется начнутся они рухнуть и я не объясняют тем что данное данное снижение цены на акции по большому счету связано с страхом который есть на рынках из-за продолжения мутации вируса и в общем когда это все закончится тогда и закончится но у джейки моргана вот эта статья тоже сегодня вышла о том что целом на акции могут еще на 6 процентов вырасти я собственно не вижу такой ситуации такой ну не очень видно его на краткосроке на 15 минутки по смп 500 есть своего рода поджатие но опять же ближайшее время если мы вот это дно который есть поддержку протестируем импульсивно то да скорее всего дальше нас ожидает рост средней сроки но если мы будем поджиматься вниз вниз и идти дальше вниз то это не очень хорошо с одной стороны вот сама вот эта вот эта формация нисходящий клин в районе ну или же нисходящий флаг в районе локального максимум это довольно хороший хороший сигнал продолжения тренда поэтому наверное будет импульс нисходящий но лучше все-таки дождаться последующего роста посмотри насколько они вырастут в очередной раз вырастут для хотя бы до середине ну вот его импульса там до отметки 4500 это возможно но опять же нужно дождаться то скорее всего будет нисходящий импульс какой-то в коротко сроки и продолжим что тоже скорее всего ситуация такая же должен более более так консервативно двигаетесь и взять 35000 может протестировать и лучше еще чуть-чуть отниматься но перед этим исходя из аккумуляции которые здесь есть возможен возможен опять же это риск это просто намек на риска на потенциал риск снижение где-то приблизительно да там до локальных минимумов или же вот этих 34 80 34 70 и это если импульсивным образом произойдет то это довольно хороший сигнал о дальнейшей о дальнейшем росте затем смотрим на цену защитных активов такие как золото и серебро которые тоже начали падать за этими заявлениями несмотря то что относительно золота довольно хороший фон для дальнейшего роста с одной стороны с одной стороны может немножко сокращение плана по покупке активов некоторых банков смущать золото или же покупателей крупных и таким же образом давить еще на золото но опять же все эти банки которые говорят о сокращении покупок актива они еще не пришли к этому и я сказал что золото наверное больше все таки сейчас пока еще защитный в плане вот именно связь с ковидами с кризисом да в целом поэтому по поводу его дальнейшего снижения я честно не могу ничего сказать то есть я не очень уверен поскольку цена тестирует локальный минимум единственное что можно сказать что скорее всего лучше дождаться разворота опять же тут есть аккумуляция тут есть вероятность того что цена можно протестировать импульсивно локальные поддержки 1780 но затем скорее всего при торможении нисходящего движения потом укрепление и по серебру тоже тут наверное стоит ожидать локальный ретест локального минимума импульсивным образом и платье на кстати посмотрим с прошлого раза мы его разбирали 940 укрепляемся над ним 940 до 920 920 мы спустились кстати не дошли до 900 до 920 930 приблизительно мы спустились тут 920 тоже кстати опять как целевая по факту является целевая отметка 920 и сейчас на 940 мы колебаемся наверное можем ниже не зайти особенно исходя из данной ситуации которая является укреплением над уровнем который существует и в случае есть и будут импульсивные ретесты особенно внизу этой отметки то есть если будет импульсивное движение закрытие свечи не дальше 930 скорее всего затем следует обязательно продолжение рост скорее всего очень резкий спад и аккумуляция хорошая в районе диапазона по итогам ретеста которого можно развернуться район наверх это по поводу плати на котором кстати вы спрашивали и в целом по новостям это все основные активы которые делали по факту большие движения можно их назвать фондовый фондовый индекс и которые поднялись со вчера золото которое спустилось очень резко и по другим парам тоже пройдем тут тоже сейчас посмотрим что есть у нас на экономическом календаре что нас ожидать не хочет закрываться скоро председатель и cb выступит с речью вы знаете что самая основная основная вещь который сейчас будет обсуждаться евросоюзе британии в америке сша это вопрос касательно инфляции они признают но слышали признают и как быстро перейдут они к сокращению покупки активов так далее опять же это один вопрос другой вопрос уже с течением политики которые у фрс вроде обещали что произойдет раньше чем в евросоюзе или же в британии базовый индекс розничных продаж тут есть сокращение дефицита это хорошо числа первичных заявок на получение пособия по безработице сша они все в одно время 15-30 мск уходят тут тоже плюс индекс производителя производительной активности производственной активности вот федерального резервного банка филадельфии тут к сожалению минус объем различных продаж сокращение дефицита плюс ну целом доллар должен смотреться хорошо сегодня в течение европейской сессии начала американской сессии но случае если мы хотим четче рассмотреть доллар наверное лучше ситуацию разобрать на индексе 92 80 протестировалась она идет вниз ретест очень довольно такой импульсивный но ближайшая коррекция может быть очень короткосрочной а затем цена можно вырасти то есть есть потенциал доллара дальше вырасти с одной стороны она выше уже зеркальной отметки и но по поводу него по моему кардкосрой как мы нельзя бои нельзя переживать особо тут есть зеркальный диапазон я назвал 92-60 92-80 извините 62-60 92-65 то есть если мы хотим там еще шире брать можно 92-55-65 взять просто диапазон зеркальный и протестируется и по факту по итогам его ретеста цена более-менее может определиться куда он идет то есть если под этим диапазоном то не вниз если над этим диапазоном то вверх то есть но есть такой диапазон ему пока над ним находимся смотр смотрите как он будет протестировать диапазон будет вообще ближайшее время даже прижиматься к нему приближаться как минимум хотя бы к нему я думаю что нет надо что может просто спокойно пойти еще выше и ну есть тут у него мне кажется еще энергия на это с одной стороны с другой стороны низкую вероятность ближайшего ретеста зеркального диапазона 92 65 55 некоторых по поводу доллар рубль спрашивали тут кстати поджатие продолжается уже давно и ну я не думаю что цена пойдет ниже ближайшее время хотя и ну навряд ли потому что тут же протестирована эта отметка неоднократно и ложный пробой и по факту есть приторможение над этим над этой отметкой приторможение спада на этой отметкой отметкой 72 50 а сейчас очень красиво тоже ложным образом протестируется мне кажется это довольно красивый момент для доллар рубля чтобы уже скорее всего ориентироваться на разворот поджатие очень сильно пугает но тут есть более тонкий вопрос касательно уровня самого 72 50 и но это выше почти 72 60 и эта отметка протестировалась очень аккуратно очень красиво за все это время основной ложный пробой здесь виде неудавшегося размаха и сейчас тоже неоднократно и укрепление над ней но под прижатие есть но при этом вот это вот очередной ложный пробой сейчас статья стать этот дневной график можно не переживать давайте 15 минут откроем на дневном графике в общем есть такой красивый сигнал но на 15 минутки на 4 часов скорее всего это так не смотрится да опять же все что мы только что сказали по поводу доллара рубля имейте ввиду что это в среднем сроке потому что мы рассматривали дневной график на 4 часов но тут можно сказать что есть фрактал но тут одна свеча очень аномальная поэтому ну считать его частью этого фрактала я думаю что нелогично поэтому все равно в короткосроке имейте ввиду что цена может еще колебаться вниз протестировать локальные минимумы а затем мы ждем разворота сам рубль для но у нее есть потенциал нисходящего движения то есть повод чтобы рубль начал немножко ослабевать ближайшее время это связано с тем что нефть протестировал 72 доллара отметка хорошая отметка тоже психологическая относительно то есть 70 72 то же самое 60 62 было долгое время остановилась там и поэтому можно предполагать такую вещь на конечно ослабление рубля это имеется ввиду разворот в общем очень быстро к сейчас пройдемся по форекс парам по евро тут есть на 15 минутки очень сильный импульс к локальным минимумам тут уже цена 2 2 раза протестировал локальную поддержку по фунту австралийцы новозеландец тоже они уже протестировали новозеландцы вообще разворачивается вверх несколько можно ставить на это движение может ли на это все зависит от того какую сделать доллар сегодня коррекцию вниз и он сделать его на 30 процентов мне кажется предыдущему импульсу то есть если там по доллару импульс вы увидели и ну там где-то 30 процентов возможно он сделать относительно этому импульсу снижение мы исходя из этого можно ставить еще на последующие импульсы которые будут восходящие ближайшее время по евро по фунту по австралийцы по новозеландцу но если это они будут если они произойдут то скорее всего дальше по итогам протеста ближайших отметок там ближайших сопротивления по австралийцу по новозеландцу по фунту и по евро по европе скорее всего нас ожидает разворот по евро кстати лучше берите вообще отметку 1118 отметка психологическая которая может протестироваться на пяже развернется ли она не развернется ли евро почему-то слабее смотрится чем фунт чем австралийцем новозеланде скорее всего связано с политикой евро с банка центрального банка и цена австралийц новозеландец со вчера прорвали кстати нашу отметку и пошли до следующей до следующий по факту целевая отметки 1028 приблизительно до 1030 28 уже наверное привыкли рассмотрели за обзорами моими там есть своя система уровня которая очень хорошо работает на некоторых форекс пар 2468 есть и 1371 357 и по фунт иена тоже протестирована отметка 151 довольно психологическая цена сейчас пока укрепляется они дальше скорее всего как доллар уже развернется то есть не развернется а именно продолжить свой рост возможно будет хоть какое-то приторможение вот этого спада гена последнее время очень сильно в в общем тут по факту все по нефти мы уже сказали вероятность разворота но просто хотели еще разобрать юсдк хотя бы раз потому что давно и разбирали поскольку она двигается в рамках пока века пока вы очень классно можете кстати запомнить эту картину и довольно красиво довольно хорошо в рамках этого боковика двигается тут при торможении и снижение амплитуды сразу расширяются формации смотрите относительно да и разворот от отметки причем вот тут тоже почти те же отметки то есть психологическая дальше идет восьмерка дальше там четверка шестерка четверка двойка да вот здесь и остановилась и между двумя там психологическими отметками по факту боковик очень красиво нефти ослабится если будет падать то этот рост может продолжаться но тут вот это расхождение мне не нравится то есть скорее всего нефть можете не начинать падать в ближайшее время если взять какие-либо восходящие импульсы то тут и получим восходящий импульс доллар канадец 1 2660 хорошая отметка чтобы забрать спекулятивно какие-нибудь там профиты если мы здесь еще надеемся и заходили недавно покупку я думаю что при таком расхождении наверное многие вышли уже которые заходили недавно bitcoin и эфириум не очень нравится картина при торможении роста но есть вероятность ретеста 50 тысяч имейте ввиду затем скорее всего у нас ожидает разворот по эфириуму тут красивее смотрится над сопротивлением поднялась я думаю что коррекция вниз будет ближайшее время я думаю что скорее всего рост продолжится либо же очень очень узкий канал и вы же очень очень узкий канал но скорее всего дальше мы ждем при тест 3800 спасибо что посмотрели наш эфир не забывайте обязательно подпишитесь наш канал и все видео понравилось лайкайте его не забудьте оставьте комментарии пишите название активов которые вы хотели увидеть чтобы их разбирал тоже возможно есть активы которые я не разбираю и временем я могу их включить просто в обзор а потом об этом пишите нажмите на колокольчик подпишитесь чтобы вы знали когда какие ролики какие видео какие обзоры выходят у нас у нас обзоры выходит от александра махалыча герчика от сергей заводкин также от вики виктора макеева спасибо что посмотрели этот эфир до следующей встречи до завтра всем хорошая торговля пока пока и